уважаемые овны всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 21 по 27 декабря как обычно вы можете сейчас загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом не колоды и будет являться ответом на ваш вопрос не забывайте о том что расклад общий он не является вашим персональным сколько людей столько судеб даже если в прошлые разы с вами было стопроцентное попадание людей очень много и карты могут отображать разные жизненные ситуации но все равно я вас всех приглашают к своему столу и мужчин и женщин и те кто в паре и тех кто одинок надеюсь что каждый из вас для себя найдет что-то полезное досмотрев это видео до конца это второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно колода готова и мы с вами можем начинать уважаемые овны все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с очень активной карты пажа жезлов это говорит о том что очень много хлопот очень много суеты беготни каких-то нервов но вы держитесь на позитиве вы ведете очень активный образ жизни своим настроением своей жизнерадостностью вы можете поддержать еще кого-то но если говорить о наших одиноких овнах на вас я сейчас за акцентирую свое внимание почему потому что у вас ситуация немножечко другая то что касается одиноких я вижу что есть подавленность есть какие-то проблемы возможно недомогания по здоровью но то что касается семейных пар здесь все замечательно у тех у кого есть детки актуальна тема ваших детей вы пытаетесь возможно помочь еще чем-то им по этой карте для себя вы также ищите какие-то новые знания вы чем-то интересуетесь вы показаны как человек очень общительный человек который легко идет на контакт с другими людьми но вы конечно же стремитесь к лидерству давайте посмотрим общий фон событий всей этой неделе что входит в вашу жизнь и мы видим карту пажа мечей второй page а это говорит о том что хлопот очень много из этого вы можете начинать нервничать это и напряжение из-за каких-то неприятных разговоров то есть у вас возможно с кем-то конфликты по мелочам может быть вас кто-то провоцирует но вы никому молчать не собираетесь то есть вы готовы за себя тут же постоять возможно в чем-то у вас нехватка информации вы пытаетесь получить эту информацию если вы оформляете какие-то бумаги или документы что-то может тормозиться что-то может не получаться также карты говорят о том что в вашем ближайшем окружении есть человек с которым вы довольно таки часто общаетесь но от этого человека исходит зависть исходит злоба кто-то может интересоваться тем как у вас дела что происходит в вашей жизни но кто-то в отношении вас не искренен возможно вы сами кому-то что-то хотите в этом периоде высказать на что-то у вас не хватает нервов и вы готовы с поругаться то что касается семейных пар что будет происходить в ваших домах ваших семьях четверка чаш показывает вас и карта пажа пентаклей показывает вашего супруга или супругу в отношении дома и семьи я не вижу чтоб вы в этом периоде проявляли активность наоборот у вас апатия вам ничего не хочется если во внешнем мире за пределами дома вы что-то решаете вы с кем-то общаетесь то когда вы дома вам хочется чтоб вас не трогали чтоб вас оставили в покое ваш партнер или партнерша в этом периоде ведет более активный образ жизни пытается заработать денег может не хватать на все эти нужды которые есть в доме поэтому ваш партнер или партнерша может нервничать возможно вы сейчас обдумываете варианты связанные с работой либо какие-то рабочие предложения кто-то возможно вас пытается чем-то заинтересовать но вы не спешите с выводами если говорить о вашей родне у тех у кого живы родители либо бабушки и дедушки возможно тут кто-то вас может поддерживать но все равно с деньгами нужно что-то решать у тех у кого есть дети непонимание того что дальше делать с их образованием вопросы может быть связанные с их обучением если у вас дети взрослые с их дальнейшем трудоустройством вообще отношения в паре и в любом случае развиваются возможно есть какие-то обиды с вашей стороны на партнера вы сейчас что-то анализируете в своей жизни у вас происходит переоценка ценностей но вы вместе давайте теперь посмотрим что ждет наших одиноких для одиноких выпала карта двойки жезлов карта восьмерки мечей и также карта десяток мячей к сожалению для вас карты говорят о том что вы в данном периоде затрудняетесь принять какое-то правильное решение острая нужда в деньгах замороженность в действиях почему потому что вы особо на сегодняшний день и поменять ничего в своей жизни не можете вы чувствуете себя зависимым от людей от других обстоятельств для кого-то карты могут проигрываться как заболевания потому что и восьмерка мечей и десятка мечей могут говорить для некоторых и а хронических заболеваниях которые в этом периоде могут давать о себе знать если вы болеете конечно вам понадобится лечение вам нужно серьезно пролечиться и отлежаться кто-то возможно временно не работает вы вынуждены отойти от дел но вы сейчас обдумываете варианты того как выйти из этой ситуации на кого-то из вас по этим картам могут накатывать депрессии то что касается личной жизни даже для тех кто встречается у вас либо что-то не получается либо вы на расстоянии не можете встретиться вам начинает казаться что все пропало и появляются вот эти упаднические настроения то что касается одиноких специально для вас я беру карт во первых касающийся вашего здоровья на здоровье выпала карта дьявола она может говорить о сложных заболеваниях о воспалениях также эта карта может говорить о неправильном лечении и о каких-то ваших собственных ошибках может быть вы раньше не уделяли должного внимания своему здоровью поэтому так получилось это то что касается здоровья если говорить о рабочих процессах для тех у кого остановка показано что несмотря на то что вы убиваетесь не все пропало у вас есть какие-то ресурсы и возможности что-то в жизни поменять но вы пока этих шансов не видите у вас на кого-то как будто бы обиды возможно вы кого-то обвиняете в том что что-то в вашей жизни не так что вам нужно делать конкретно вам карта колеса фортуны говорит о том что вам нужно попытаться вырваться из этих сковывающих вас жизнью обстоятельств что интересно что вам должно повезти и у вас что-то должно получиться карта колеса фортуны это прорыв это возможность изменить что-то в своей жизни но для кого-то из вас это очень болезненные изменения и физически и эмоционально давайте теперь заглянем в центр вашего расклада и увидим основные события вашей жизни и основные моменты связаны с работой центр вашего расклада выпала замечательная карта туза пентакли это новые шансы и возможности поэтому одинокие обратите внимание на вот эту светлую карту которая говорит вам о том что вам в чем-то должно повезти возможно к вам неожиданно откуда-то поступит хорошее предложение связано с работой либо если вы будете искать неожиданно что-то для себя найдете либо вас посетит какое-то прозрение и вы поймете где и как найти деньги если говорить о тех кто работает эта карта говорит также о замечательных сделках о выгодных предложениях о хороших финансовых поступлениях о возможности увеличить свои доходы для кого-то это в корне новая работа для кого-то новое направление в самой работе для кого-то повышение прибыль премия удачно заключить с кем-то договора и сделки сама по себе эта карта говорит о том что жизнь готовит вам какие-то подарки чему-то будете радоваться что на вашей душе на вашей душе могут быть какие-то дороги если говорить о женщинах возможно вы думаете о мужчине который мог бы вам чем-то помочь либо изменить каким-то образом вашу жизнь если это дороги то действительно они могут зависеть напрямую от мужского лица для мужчин карты также могут говорить о том что вы думаете о своем развитии эта карта может показывать вас самих ищите не сидите на месте общайтесь выдвигайте какие-то свои идеи если они зависят от других людей попытайтесь кого-то в чем-то убедить и у вас что-то должно получиться в делах в работе развития есть то что касается финансовых моментов на финансы выпала карта короля пентаклей для мужчин карта прекрасная она говорит о том что вам на этой неделе в этом периоде быть сто процентов при деньгах для тех у кого деньги зависят от работы это стабильный заработок возможно поступление крупной суммы именно в периоде этой недели вы показаны как человек который умеет планировать свою жизнь женщинам финансово может помочь мужчина либо это ваш начальник либо супруг либо какой-то друг либо к вам просто поступления идут через мужское лицо что мешает вам жизни то что вокруг вас очень много сплетен зависти и каких-то интриг недоброжелателей лично у вас хватает давайте посмотрим что происходит во внешнем мире и на внешний мир выпала карта пятерки мечей эта карта подтверждает то что сейчас мной было сказано за вашей спиной плетутся какие-то козни кто-то готов вам за что-то отомстить либо готовы вас наказать это какие-то нечестные действия беспринципных людей за вашей спиной то есть злость ненависть возможно в отношении кого-то вы проявите жесткость может быть вы своих конкурентов захотите сами поставить на место либо наказать но на внешний мир это нервы это какие-то разбирательства это конфликты у каждого эта карта проиграется по-своему теперь давайте посмотрим что в скрытых факторах на ближайший период недели полторы и для вас выпадает карта девятки чаш семерка пентаклей и карта туза мечей в скрытых факторах нет негатива карты великолепные они говорят о том что вас ждут праздники девятка мечей это застолье эта возможность расслабиться отдохнуть с кем-то пообщаться для тех кто работает свои рабочие процессы вы удерживаете конечно прибыль может немножечко падать в этом периоде но тем не менее при правильном подходе к работе если вы включите свою логику свой интеллект хорошенечко подумайте вы найдете выход из самых затруднительных ситуаций для тех кто не работает вас может кто-то поддержать из вашего дома из вашей семьи либо из друзей вам также быть при деньгах денежки у вас будут для тех кто ищет новую работу возможно вам придется немножечко подождать но я вижу что какое-то предложение вас должно заинтересовать не стоит ничего бояться по этой карте где-то нужно проявить смелость и уверенность карты хорошие чем для вас закончится период этой недели и на завершение этой недели выпала карта короля мечей ваши выходные в этом периоде могут зависеть от мужчины стихии воздуха близнецы весы или водолей по гороскопу если говорить о мужчинах овнах эта карта может говорить о том что вы и выходные не отдыхаете вы решаете какие-то вопросы у кого-то могут решаться документальные моменты если говорить о женщинах у вас могут быть какие-то сложные разговоры в завершении этой недели с мужским лицом возможно этот человек помогает вам что-то решить выйти из какого-то конфликта но из-за мужчины конфликт и возможен из-за третьего лица к примеру но что-то в отношении вас должно разрешиться по справедливости хотя напряжение и нерв остается давайте возьмем карту основного совета для вас на эту неделю карта рыцаря пентаклей во первых для тех кто работает все силы сейчас бросить в рабочую деятельность продумывайте в делах каждый свой шаг карта свое действие во всем у вас должна быть тактика и стратегия если говорить о женщинах вопрос финансов либо дорог вам поможет решить мужчина либо поступление денег через мужское лицо и мы видели вашем раскладе уже короля пентаклей ну возможно здесь два мужских лица с которыми вы решаете вопросы связаны либо с работой либо с финансами если вы на ближайшее время запланировали какие-то дороги дороги для вас будут успешными возможно понадобится вложиться в эти дороги но эти дороги приносят вам радость если предстоящей дороге связаны с работой то вы сможете еще и неплохо заработать теперь рассмотрим ответ на ваш вопрос да или нет король жезлов уверенная да для мужчин эта карта говорит о том что больше смелости больше характера больше харизмы и все у вас будет хорошо умейте в чем-то отстоять свое мнение свой интерес и кого-то убедить потому что я вижу что у вас кем-то будет разговор довольно таки громкий вам помогает ваша мудрость для женщин желаемое получить вы можете но с помощью мужчины это может быть семейный мужчина для кого-то это ваш супруг а для кого-то это семейный мужчина из внешнего мира что вам еще нужно знать в этом периоде прибегнем к темному оракулу и попытаемся получить больше информации так карты для вас выпали прекрасные они говорят о том что в чем-то вам в данном периоде нужно ускоряться проявите свои амбиции и у вас все получится если это какие-то сделки договора то вас ждет здесь быстрый успех признание хороший заработок все это у вас будет возможно у вас на сегодняшний день нехватка какой-то информации что-то вам нужно изучить для кого-то из вас вот эта карта может говорить о том что вам стоит усилить свою защиту с помощью амулетов магии либо в чем-то вам нужно получить дополнительное образование в конфликте у кого-то могут быть имущественные вопросы если эта работа это может быть борьба за власть большая конкуренция и возьмем еще одну дополнительную эта карта говорит о том что в делах вы должны проявить волю твердость и характер я вижу что вы для себя в этом периоде примете какое-то волевое решение и я вижу что вы точно знаете чего хотите и вы знаете как этого добиться и как этого получить сомнения которые раньше вас одолевали противоречия отходят в сторону вашей жизни наступает период ясности и правильных действий уважаемые овны таким был для вас расклад на период с 21 по 27 декабря пишите в обратных сообщениях как для вас расклад проигрался я вам всем желаю хорошего настроения для тех кто болеет скорейшего выздоровления реабилитации верьте в свою удачу для вас также выпала карта колеса фортуны в жизни все меняется вся наша жизнь состоит из взлетов и падений поэтому не отчаивайтесь всему свое время я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недель прогнозах всем до свидания и и и и и и